всем привет сегодня покажу вам свои покупки с валберис покупки для маникюра то что я купила за последний месяц ну и хочу вас поблагодарить за просмотры лайки комментарии последних к последним моим видео после особенно последние видео с маникюром на руках олеси набрала большое количество просмотров за что я вам очень благодарна такое количество просмотров за короткий промежуток времени на моем канале за три года сколько я снимаю регулярно почти регулярно впервые прежде чем приступить к распаковке покупок новых хочу вам показать товары из предыдущей распаковки которые я в прошлый раз показывала ну и за этот месяц я конечно же их ими поработала и у меня сложилось какое-то уже свое впечатление мнение салфетки для маникюра были у меня в одной и другой последних маникюрных распаковках вот эти салфетки честно мне понравились больше всего они прям один в один такие же как салфетки такие же в рулоне клинекс они тонкие и в общем тонкие такие же как клинекс viva один в один тоненькие удобно ими работать а вот эти вот салфетки они они гораздо плотнее впитывают в себя много жидкости обезжиривателя и плотные они в общем вот эти вот мне понравились больше потому что именно потому что они тонкие ими удобнее работать этим не так удобно работать ну я купила конечно же буду пользоваться теми и другими но понравились мне больше вот эти специально оставляла упаковки чтобы чтобы не перепутать где какие мы сейчас я уже и точно не перепутаю здесь полоски по 5 сантиметров по моему а здесь линия отрыва здесь больше лист больше салфетка сама размеров теперь я уже точно не перепутаю новенькая вы наверно уже заметили у меня новый фон покажу сейчас вам его это фон виниловый размеры если не забуду укажу где-нибудь здесь ну и здесь видите я уже что-то размазала я не помню что я вытирала салфетки с обезжиривателем и видите остались следы базы лакарки я их выкрасила уже без вас с некоторыми из них поработала в новый год и сейчас просто покажу во флаконе и на типсах как они выглядят ставлю фотографии которые у меня есть которые я уже сделал на руках вот это вот третья база у меня на безымянном ногти сервисе у меня сломался угол и я ремонтировала сверху здесь когда передом годом дело покрывала стемпинг рисунок золотой краской дело здесь не стала делать и она без стемпинга сама по себе очень красиво смотрится сейчас во флаконе идет указать но немножко ее мне пришлось подпилить потому что все-таки кусочки потали топорщится дальше 4 тут они все будут молочные с поталью вот эти это серия здесь видите мелкая белая мелкая поталь и золотистая вот она 2 здесь белая поталь покрупнее вот так она смотрится красивая такая тоже как опаловая так и пятая здесь розовая поталь вот она на типсе потом все вместе приложу дальше здесь хлопьями юки четвертое вот так она наверное надо в расфокусе показать и буду дальше пятая вот здесь такая розоватая и последняя шестая отличается это как сероватая такая больше смотрится и последняя шестая вот она вот они все вместе с хлопьями юки все три красивые возьму вот вторую базу нанесу ее так и в тонкий слой и вот здесь поставлю капельку как бы я выравнивала может даже побольше я выравниваю все поставлю в лампу на минуту цветные и камуфлирующие базы я всегда сушу по минуте но на ногтях вот на этом ногте прям она мне очень сильно нравится горячая и в лампе да она печет они пекут вот все сколько я попробовала все они в лампе пекут кто-то боится если пекучий вас то лучше не покупайте конечно печет из лампы руку нужно доставать сейчас остынет сверху липкого слоя почти нет но гладкая снизу просохла видите в тонкий слой она гнется в толстый слой надо чуть подождать что постыло тоже гнется давайте подождем остынет а снизу липкий слой липкий липкая снизу а с этой сверху вообще липкости нет остыла наверно как и сказала видите в тон тонкий слой гнется и не ломается в толстый слой тоже гнется хотя она у нее заявлено как средний жесткая вот я и говорю у меня кончик гнется не сильно но гнется этот не в счет потому что там остатки старого геля в общем он базы мне понравились пользоваться конечно буду пекут приходится руку доставать из лампы но красивые у меня три пластины таки да и начну вот это я забирала не я забирал вчера сын и она видите какая вся заклеенная кто-то я уже получал и по какой-то причине сдал обратно почему вдали обратно интересно с гравировкой благодарим за покупку пластина конечно дороже чем с алиэкспресс алиэкспресс нужно в пределах 200 рублей такую большую пластину купить почему не сдали грязно все равно выкину я думал не здесь демо листов есть его оказывается нет следующее но не понравились рисунки на этих пластинок поэтому я заказала первый раз заказала такую дорогую пластину вот видите здесь демо лист а там демо листа нет сперли что то блин где вот видите здесь дома лист можно приложить ну не на длинные ногти на короткие вот змея вот это змея вот такую змею я искала и она везде не такая а я хотела вот именно вот так вот смотрите на 4 ногтя разместить кончик и голова в общем на 4 ногтя можно уместить и прикольно тогда можно прикладывать к ногтю и ты хотя бы немного у тебя будет представление как это будет на ногтях так пластина здесь уже пластина смотрите с прозрачной пленкой 700 рублей конечно сначала мне показалось дороговато куплю здесь я не сняла пленку и смотрите здесь мы идем одесса и блёшки 2 защитных пленки а здесь такие огромные рисунки подойдут на длинные ногти есть и смотрите какие крупные рисунки и на короткие ногти и на длинные ногти и эти смотрите какие поджженные красивые гравировка я бы не сказала что сильно глубокая ну посмотрим буду тестировать небо демо лист не выкинуть здесь тоже все порядке может они у них раньше были без демо листа а ну а вот это вообще красотулечка смотрите какая красивая фокусируйся как ее вам показать ведь какие красивые рисунки какие-то нежные такие воздушные стоила она почти 700 рублей каждая из них мне кажется это дорого потому что на алиэкспресс можно купить в пределах 200 рублей пластины такого большого размера ну рисунки вот эти вот крупные большинства но красивые скрываем защитную пленку красотулечка ну наверное сейчас и тестировать не буду я их как-то или буду вот эту самую красивую отпечатаю отпечатаю несколько рисунков на свою руку и сотру отпечатаю черным ну вот какой самый красивый ну они все здесь красивые гравировка глубокая круто здесь я сделала золотой степпинг ну смотрите как черный степпинг рисунок черным лаком для степпинг как красиво смотрится так есть у меня новый флакон вот тут такое дело и скребок взяла другой мягкий она вся не поместится на ногти если что можно ее отпечатывать в два этапа на три получилось и немножко не полностью ну в общем прикольно жидкостью для снятия гель лака или просто лака ну про плохо почему-то вымывается лак я всю руку себе испачкала или вот этот красивый лист гравировка глубокая лака для стемпинга нужно много лишнее убираю не убирается ладно оставим измельчен надежно но он плохо видно здорово буду делать маникюр когда буду использовать в маникюре эти пластины покажу вам так все рисунки как раньше я тестировал я так больше тестировать не буду потому что мне кажется это никому не интересно никому не надо следующая покупка эту покупку я увидела покупку розы чарошниковой на канале у меня как раз заканчивается обезжириватель я решила показать я заказала по одной цене а потом через несколько дней пока моя посылка ехала стал этот обезжириватель стоить еще дешевле так что ловите цену если кому-то кто-то заинтересуется доставка быстро доставка была из Казани крышка так здесь у меня без аромата я заказала клинер два в одном обезжиривание и снятие липкого слоя ох ядреный запах без аромата просто спиртом наверно пахнет так кажется такая легкая ну вроде наполнение хорошо нет ну обезжиривателем конечно лак для стемпинга плохо стирается в общем буду пользоваться и расскажу вам свое впечатление пахнет спиртом на 1 первое впечатление пахнет спиртом крышка транспортировочная крышка и последние покупки верхние формы вот эти верхние формы фокси классический миндаль я заказывала еще летом пользуюсь ими они мне нравятся несколько в нескольких последних видео я наращивала с помощью этих форм ногти в общем кто смотрит видео смотрите видео и видео расскажу покажу это номер 3 номер 3 пронумерованы и здесь по 120 штук верхние формы с алиэкспресс у меня в основном тоже в коробках и у них по 240 штук но здесь по 120 штук но 120 штук достаточно в общем 240 штук и не надо вот смотрите здесь еще пленка не помню так была также упакована коробка или нет так здесь универсальный изгиб интересно было посмотреть что это такое вот таких у меня в общем тоже буду пробовать это арочный миндаль арочный миндаль здесь тоже не такой как не такой как формах с алиэкспресс по моему так здесь самое большое нулевка и здесь нулевка да они вообще разные во первых это длиннее и по моему не такая не такая арочная нет это немножко с прогибом а это более ровная в общем тоже надо пробовать и последний арочный квадрат с разметкой у меня тоже есть арочный квадрат с алиэкспресс сейчас достану его они длиннее намного видите форма с алиэкспресс она короче форма с алиэкспресс она подходит нулевка на мой большой а это смотрите она узкая она на мой большой не подойдет ну здесь меня конечно база надо без базы попробовать но то что они длиннее эти формы это факт это видно не вооруженным взглядом в общем буду пробовать использовать в работе когда буду использовать работе говорить вам как они мне пока снимала база остыла и вот видите она теперь жесткая когда остыла внутри просохла в общем у меня на этом все всем спасибо за просмотр это лишь первое впечатление а мнение свое я выскажу в процессе работы с теми и другими товарами кому интересно подписывайтесь на канал смотрите видео с маникюром с распаковками всем пока